Здравствуй, Дмитрий. Здравствуй. Я знаю, ты работал на ТРЗ. Когда это было? На ТРЗ я работал в 2013-2019 годах. Расскажи о заводе. Где он находится в сфере производства? Завод находится на улице Ткачева. Называется он ТРЗ. По крайней мере, когда он назывался СПЛАУЗ Ремонтный Завод. Потом был, впоследствии, переименован ОЛЗ Ребурский Локомотив Ремонтный Завод. И, естественно, он занимается ремонтом подвижного состава локомотива. Расскажи, как устроился. Устроился я изначально слесарем, проходил производственную практику от железнодорожного техникума. А впоследствии, по окончанию учебы, устроился бригадир уже в другой цех. Когда я приходил практику, устроился в цех разборки, занимался, собственно, разборкой приходящих на завод тепловозов. А впоследствии бригадируем уже в дизельный цех. Более узкая специализация на дизельном. И это уже в цех сборки. В заводе я затрудняюсь ответить, сколько народу у нас тогда работало. Но в нашем цеху чисто, я думаю, что порядка, может быть, 30-40 человек работало. Если из всех смен учесть. Про половой состав, национальный состав нужно сказать? Гестарбайтер были? Деревенские? У гестарбайтеров остается практически, не могу вспомнить, что гестарбайтеры работали. Деревенские, да, были ребята. Про половой состав, женщины у нас в основном работали мойщицами, уборщицами по цеху и крановщицами на кранах ездили. Остальную всю тяжелую работу выполняли, конечно, мужчины. Женщин не так уж много. Наверное, не знаю, может быть, человек 6 из всего цех работал. Молодых много? Молодежи работало достаточно, потому что туда, после техникума особенно, с корочкой, допустим, слесаря, с корочкой техника, мог устроиться практически любой желающий. И, по крайней мере, с нашего завода, с нашего техникума, я думаю, что человек 6-7 работало с моего потока. Молодых достаточно много работало. Расскажи про зарплату. Когда я работал слесарем, зарплата меня вообще не устраивала. Получали мы на тот момент, наверное, 1012, это около того. Но работа была несоизмеримо тяжелая. Позже, уже бригадиром, наверное, около 20 тысяч я зарабатывал. На тот момент, ну, это было более-менее прерывное зарплатное. Но рабочие схитрялись воровать. И, наверное, у них как вторая зарплата получалась со сварованного металла. Белая с собой, в общем. Так, белая с себя зарплата? Зарплата там чисто белая. Рабочий день? Какая длина рабочего дня? Сколько выходных? Так, на разборке я работал. Пятидневка у нас была. Суббота, воскресенье, выходные. И работали мы по, получается, с 8 до 6, кажется, часов. Получается, сколько? 10 часов. 10 часов, значит. Даже, наверное, до 5 часов. До 5 до 6, точно не вспомнил. А бригадиром уже два через два работал, но по смене. То есть два дня в день. Два дня отдыхал, потом два дня в ночь. И смена была с 12 часов. 12 часовая. С выходных часто делали? Когда ты бригадир, то бывает, да, бывает такое, что нужно приехать что-то, просят приехать и что-то сделать, доделать, решить какую-то проблему. А, в принципе, работягой, когда работаю, то просили иногда повечеровать или выйти в выходной день на полдня, допустим. Но там тоже, наверное, сам волен выбирать, выйти или не выйти. В принципе, за это доплачиваем. То есть можно было выходить, но... Как облачиваются отпускные? Сколько дней в отпуске было? Я не знаю. Я не уходил в отпуске в тот день раз. Понятно. Так. Я на больничный ходил? Да, мне тоже не приходилось. Сверхурочный как облачивается? Насколько я помню, никаких там двойных размеров или что-то такого. Так и так же час. Часовая ставка такая же. Сколько урочек больше работает, столько же получишь, в общем. Так. Ну и не всегда, на самом деле, кстати, не всегда ставили часы. Бывало такое, что не проставляя те часы, которые до работы, потом приходилось там разбираться и решать все. Как рабочие относятся к сверхурочным переработкам? Ну, по-разному, на самом деле. То есть кто-то даже сам там просил что-то, но искал какие-то подработки. Выходил с сверхурочным поработать. Опять же, тех, кому не хватало денег. Ну, большинство, мне кажется, старались, наоборот, отстраниться. Есть кто-то связывались от этой переработки? Да, конечно. Так, расскажи про руководство, организацию руководства. Кто бы он тобой старше? Ты же директор завода? Когда я работал с слесарем, естественно, надо мной был бригадир, мастер над бригадиром. То есть мастера, они, как правило, распределяются по участкам. То есть мастер одного участка, другого третьего. Они считаются как бы высшим бригадиром, по сути. Над бригадиром уже, естественно, начальник, ой, над мастером начальник цеха идет. И, там же, высший, просто директор. Ну, естественно, вот, когда я был бригадиром, надо мной получать свои... При прямые указания я получал от мастеров и начальника цеха, и от замначального, я считаю, что работал. Какое отношение руководства, старшего персонала, мастеров, к рабочим, если сорянкам? На самом деле, мне кажется, что, ну, как я вот смотрел по обстановке в коллективе, в принципе, общались все практически, то есть на равных не было такого какого-то панукательства и так далее. То есть слесаря, допустим, бригадиры, мастера, они начальник, ну, начальник концерта, вполне свободно разговаривали на какие-то темы, какие-то высказывались о каких-то проблемах, о том, что я там волновал и так далее. Вам прослушивались? Ну, не всегда, конечно. Не всегда, но договориться можно будет, в принципе. Мне кажется, что, в принципе, отношения были нормальные к людей. Какие требования в приеме доработали? Смотрели на образование, на опыт работы где-либо, в производстве, допустим, в основном, конечно, в производстве преимущество было. И на что еще? На отсутствие судимости смотрели. Судимых не было совсем. Нашу цепу я не знаю, на самом деле. Как-то не разговаривали с тем, с тем, с тем, с тем. Не узнавал ли я с чем-то судимости? Да нет. По рассказам, вот, бывалых работяг, которые работали уже давно, раньше принимали кого-нибудь в опыте и судимых, то есть, ну, как говорят, зэки работали всеместно. Большая часть заводчан состояла из каких-то зэков, из старбайтеров, которые плохо очень говорили, не понимали себя по-русски. И... Это было давно. Это было давно. Я такого не застал уже. Хорошо. Расскажите про штрафы. Штрафовали вас за сцеплину, за опоздание, достачи какие-то, прогулы. Какая ответственность была на рабочих? В случаях штрафов за опоздание, за алкоголизм, за какие-то пропажи инструментов и так далее, на моем регу не было замечено. Я не встречал ничего такого. С дисциплиной все отлично. С дисциплиной не было все отлично, но в случаях штрафа не было. Ясно. Отношение к рабочим сотрудников охраны. Были ли какие-то конфликты с охраной? На проходной охранники постоянно, естественно, досматривают людей, которые проходят внутрь или выходят с территории завода. Стоят металлоисстратели, потому как очень много металла можно вынести с завода. И бывало такое, что попадались ребята. Но, опять же, я на моем регу. Я работал не так долго. Золотой век пошел. И, скорее всего, не часто все-таки попадаются, потому что уже было все у людей налажено каким-то другим образом. Они как-то обходили в выходной и какими-то своими путями выносили металлы. В целом же, как бы, с охранниками никаких конфликтов я не замечал. Было ли какое-нибудь дополнительное медицинское обслуживание в страховке, например, или курорное обслуживание в сады, в детском деле, в курсе повышения квалификации? В курсе повышения квалификации, да, были. Также ты мог, допустим, получить следующий разряд. То есть я работал, допустим, следствием третьего разряда приходил. Ты мог там повысить свою квалификацию, сдать определенные какие-то нормативы или что, пройти курсы и получить, естественно, повышение. Насчет курортов, поездок куда-то на отдых, санаторий или что-то такого, я, честно сказать, не припомню таких вещей. Не могу ответить точно, были ли такие мероприятия, подразумевались ли они вообще. Страховка, да, страховки были. И вот, кстати говоря, не знаю, будет ли там вопрос или нет. Я вспомнил случай, как парню с параллельного, с параллельной группы, которая работала с нами в следствии, проходила практику, упал на палец, железка, там, в пару тонн, и его, естественно, больничное отправили, ему оплачивали. То есть завод ему размещался после того же. Так, и было ли именно предприятие профсоюз? Да, да, профсоюз был, собрание проводилось. Замечал ли ты деятельность в своем парламенте собрания? Нет, деятельности я особо не замечал. То есть собрания проводились, на них решались какие-то поверхностные вопросы. Ну, по организации работы там что-то, по организации рабочих мест, по рабочего места своего, по инвентарю, по такие какие-то рабочие моменты. Решения какие-то принимались в таких собраниях, голосования? Голосований, по-моему, не проводилось никаких, просто велись какие-то беседы, диалог шел с начальством, с руководством, с начальником цехов. Но я, честно сказать, не знаю, приводило ли это к каким-то действенным результатам. А кто вел это собрание? Были ли освобожденные рабочие, председатели профсоюза? Мне кажется, такого не было. Мне кажется, что профсоюз этот как-то, ну, просто был, просто, так сказать, или... Название? Беспонтовый, да. Я не видел особо этого. Профсоюз должен быть председателем. Вас на эти собрания собирал кто? Мастер ваш? Нет. Нет. Короче, проводились общие собрания. Не общие собрания. Не профсоюзные. Не профсоюзные. Проводились общие собрания, на которых говорили о существовании профсоюза, в который, типа, можно вступить там и что-то... То есть образованных работников, которые бы занимались делами профсоюза, ты не слышал? Нет, я таких пустых человек. А какие взносы вы платили в профсоюз? Не знаю. Действовали какие-то другие рабочие организации на заводе? Я думаю, что нет. Существовал ли какой коллективный договор на предприятии? Ну ладно. Расскажи про дисциплину на рабочих местах. Соблюдалась ли техника безопасности? Техника безопасности, мне кажется, соблюдалась постольку поскольку. То есть, допустим, естественно, все обязаны ходить в расках защитных, использовать там перчатки при работе с чем-то, с мазухом, еще с соприкосновением с какими-то веществами. То есть, носить маски, допустим, в малярных цехах и так далее. Но это все, конечно же, соблюдалось только, когда шли какие-то проверки. То есть, допустим, идет проверка, всех обязывают сразу же надеть касту и так далее и тому подобное. Всем ходить, не ходить там, где положено, ходить там, где положено. Конечно же, были травмы, случаясь в производстве. Опять же, скорее всего, несоблюдение техники безопасности. И порой, наверное, от того, что рабочие были нетрезвые. То есть, иногда бывало и такое. Потребляли прямо на рабочих местах или приходили уже? Бывало, что приходили, бывало, что потребляли в обеденный перерыв, допустим, когда какой-то праздник, например, или у кого-то день рождения или что-нибудь подобное. Бывало такое, что выпивали прямо в зоне приема пищи. Приносили с собой какие-либо напитки? Приносили с собой и даже в одном цеху был человек, который борыживал самогоном, который мог продать прямо тебе в цеху. Вот так, если не хочешь, то приобретаешь. Расскажи про общее настроение в коллективе. Довольны ли люди работой, условиями труда, зарплатами? Условия труда, я думаю, что не всех устраивали. Особенно вот в цеху разборки, допустим, когда я работал. Работа очень тяжелая, во-первых. Во-вторых, там очень грязно. Ты ходишь в мазуте, весь мазут ты едаешь настолько в руки, что его просто невозможно потом отмыть. И как бы ты ни тер, ни пытался очиститься от него. Он все равно у тебя въевшийся в его везде вообще, во всем теле. Я думаю, что не все были довольны условиями, но ничего не могли совпаделить или не хотели. Заработные платы, я думаю, что тоже не все были довольны. Иначе бы, возможно, и не воровали даже люди, если бы выстраивали заработные платы. Были ли конфликты с начальством? Да, конечно, случались. В любом клиенте случались конфликты. С замначальником цеха постоянно происходили конфликты в работе. Потому что в очередь был, когда я работал в действенном цеху. Но там в основном просто, потому что человек такой... Характер. Характер у него, да. В основном поэтому случаются такие конфликты. Например? Ну, допустим, он, не знаю, мог тебе на *** послать. Или что он говорит. В этом роде. Были ли попытки организованной борьбы? Зарекался ли кто-нибудь о забастовках? О поднятии зарплаты, требования? Нет. Таких случаев я не припомню. То есть, если у друзей были какие-то недовольства, то это дальше, чем беседы за обеденным столом не шло. То есть, как-то так все ворчали. Никто не сплочался никаким образом, никакие не высказывал напрямую начальство все свои недовольства. То, что они там все что-то их не устраивают и так далее. О чем чаще всего жалуют рабочие? Недостаточно высокой заработной платой. Были недовольные люди и условиями труда. Предположим, неорганизованностью. То есть, допустим, необходимо, вышло из строя что-то, что-то вышло из строя, допустим, необходимо починить. Ты приходишь к мастеру на участок, где нужно это починить или получить новую деталь. Он тебе или отправляет тебя куда подальше, говорит, иди там разбирайся, с начальника центра иди, или там еще что-то. Возникают такие вот непонятки. То есть, ты бегаешь полдня, просто не можешь найти эту деталь, чем ее сменить или как ее сделать. Никакого ответа не получаешь. Потом еще за это же ты получаешь вот начальство, за то, что ты якобы это и сделал. То есть, вот такие вот моменты возникали. Конечно же, это не нравилось людям. Потом, допустим, вот инвентарь можно было не получить вовремя или получить не полностью. Например, робу я не мог получить долгое время, когда я устроился. Просто как бы не было, допустим, моего размера или что-то такое, я не помню точно. И мне приходилось там какие-то шмотки приносить. Ведут ли рабочие разговоры о политике, о государстве? Что людей волнует? Ну, да, ведут, но я думаю, что это, опять же, тоже такие кухонные разговоры просто. То есть, люди говорят, вот, допустим, зарплата там везде дерьмовая, никуда не устроишься, сейчас отсюда уйдешь, куда пойдешь, и все такое, и все, дальше это ничего не идет. То есть, вот такие кухонные разговоры. Есть ли социалистические какие-то настроения? Или, может быть, говорят, что нужен монарх, царь, Русь, святая? Нет, я думаю, что на самом деле все довольно, ну, люди как бы разобщены как-то. Ну, то есть, никто не говорит о том, что надо как-то сплотиться или что-то такое, как-то социализироваться там, вместе что-то делать. И также не говорят о том, что нужен какой-то нам человек. Все просто заботятся о том, чтобы свое получить и получить себе достаточно от работы, и все. Чем люди занимаются после работы? Шашлыки? Пьют пиво, идут через дорогу. Через дорогу в магазины надо пить пиво. Прямо напротив ТРЗ находится прямой магазин. В основном, большая часть работе, ты уходишь, вот, во сколько там, 5-6 часов вечера после работы, и видишь, когда половина твоего цета стоит и пьют пиво, он расходится по домам. Общее впечатление от работы на ТРЗ. То есть, какой-то опыт я определенно получил, вынес из этого. Вот и, наверное, все. Ну, когда я работал бригадирующего, более-менее какая-то была относительно устраивающая у меня зарплата. Вот. Нежели когда я работал в следствии. Но воровать я не умею, поэтому я с следствием бы долго, наверное, не проработал. А общее впечатление, наверное, все-таки отрицательное. Мало что хороших, на самом деле. Не тоскуешь хоть? Ну, как сказать. Вряд ли бы я туда вернулся еще. Ладно, давай течемся от рода. Отсоедини состояние рабочего движения до настоящего ночи. Я не слежу за рабочего движения. Эй, Дима, Дима. Я плохой левый. Каким ты видишь будущее рабочего движения? Максимально светлым. Я думаю, что все будет хорошо. Правильно? Правильно все-таки как-нибудь. Потихонечку. Можем спасибо за это изучали.